Приветствую друзья, с вами Изида и это обзор посвященный тяжелому танку ИС-1, который был добавлен в закрытом БТ-тестировании наземной техники War Thunder. Но для начала я хотел бы показать вам новую карту Кубань, на которой, в общем-то, и происходили бои нашего сегодняшнего обзора. На данной карте множество укрытий, обходных путей, есть позиции на высоте с хорошим обзором, местность как пересеченная, так и открытая. В общем, карта тактически очень богата. Существует три точки для захвата, куда, в общем-то, и стремятся команды из мест своего респауна. А самые жаркие бои проходят у точек А и С. В том районе имеются как возвышенности, так и низины, и мы попробуем максимально эффективно использовать все это для достижения нужного результата. Итак, мы выдвигаемся с нижнего респа, но прежде чем мы начнем бой, нужно знать свои сильные и слабые стороны, и для начала обратимся к истории данного танка. Началось все в 1943 году, когда наши войска познакомились с «Тигром». Немецкий танк ничем не прибивался, не было такого орудия. В итоге Сталин позвонил Грабину после экстренного совещания и попросил его возобновить производство 107-мм пушек. Но были сложности, в частности из-за боеприпасов, которые требовали больших затрат. Поэтому остановились на варианте 85 мм. Изначально ИС создавался как танк прорыва, поэтому обладает очень хорошей броней. У него летая башня, кстати, и эта башня будет еще установлена на танк Т-34-85, на котором также будет стоять пушка Д-5Т, тоже 85 мм. А теперь по бою. Как вы видите, я не тороплюсь ехать на точку захвата. Я остановился на небольшой возвышенности в районе кустов. Я задам вам вопрос, вы знаете, какая мышь самая сытая? Та, что приходит к мышеловке второй. В данном случае мы используем подобную тактику, чтобы уничтожать врагов, которые, сломя голову, улетят к ней. Не спеша рассматриваем местность, используем танковый прицел, а также правую кнопку мыши для дополнительного зума. Видим тигра, который пытается занять высоту, и не даем ему такого шанса. Как вы видите, пушка с такой дистанции мгновенно уничтожила противника. Дело не только в бронепробиваемости нашего орудия, а также в попадании в борт нашему врагу. Теперь я вижу в прицел еле заметный КВ-2. Кого я обманываю? Еле заметный. Я видел, как некоторые Т-34, которые имеют башню от ИС, выглядывают для разведки местности. Представьте, как это будет делать КВ. Спалит всю контору. Я пытаюсь попасть ему под башню, потому что, насколько я помню, это уязвимое место. По мне уже производили выстрелы, и, как видите, никаких повреждений. Бегло пробежимся прицелом еще раз по местности. Если никого не будет, двинемся уже к точке. Кстати, надеюсь, вы заметили, какой интересный камуфляж у моего танка. Есть, конечно, художники, которые самостоятельно придумывают свои рисунки, но, тем не менее, стандартные камуфляжи очень и очень интересны. Замечаем какое-то движение и пытаемся выявить врага. Видим торчащий ствол в кустах и ориентируемся по прицелу. Да, кстати, не подумайте, что счетчик уничтоженных наземных целей слева является какой-то дополнительной опцией клиента наземной техники War Thunder. Тем временем враг затих, и мы еще раз как следует пробежимся по правому флангу, чтобы выявить какого-нибудь засевшего в засаде противника. Мы слышим попадание по нашему союзнику. Наконец-то замечаем вражеский тигр. Как вы уже заметили, танки противника довольно легко уничтожаются при попадании в борт. На ЗИС-С-53 я использую исключительно бронебойные снаряды. Тем не менее, как вы видите внизу справа на карте, почти все точки захвачены противником, и это сигнал новодвижения, чтобы отжать их. Сейчас я решаю вопрос, как мне спуститься, и как итог выбираю самый безопасный путь объехать справа. С данного наклона есть вероятность перевернуться, и не стоит рисковать. Прежде чем переехать мост, мы еще раз решаем осмотреться, потому что в засаде могут быть вражеские танки, или куда хуже, самоходные артиллерийские установки противника, у которых низкий профиль, и по ним сложно попасть. Никого не замечаем, и продолжаем путь к точке для захвата. Боковым зрением замечаем вражеский танк. Делаем выводы, что это может быть не единственный сюрприз, и принимаем решение спуститься вниз, чтобы пойти по ущелью. Дело в том, что это идеальное место для нашего продвижения, потому что у ИС-1 очень хорошая лобовая броня, а наши борта, те уязвимые районы, просто закрыты. Совершенно не ожидаемо увидеть здесь немецкий танк. Сейчас очень опасная ситуация, он наводится на наш борт, и мы резко даем вперед, он в итоге нас только задевает, но никаких серьезных повреждений. Что же, это наш шестой уничтоженный танк, мы решаем продвигаться вперед вглубь территории противника, а захваточек оставить на совесть наших союзников, которые идут следом. У нас повреждена ходовая, поэтому мы не слишком быстро доберемся до следующего поворота. Видим грозного соперника, будет бой лоб в лоб, и это очень-очень сложно, потому что Тигр, как и мы, имеет очень хорошую лобовую броню. Я выцеливаю пулеметное гнездо противника в надежде, что так я быстрее его уничтожу, и как выяснилось, я был прав. Судя по карте, мы прошли чуть больше полпути до вражеского распауна. Становится все опаснее и опаснее. Стоп! Замечаем боковым зрением какое-то движение. Бьем в угол борта противнику. Видим пожар вражеского танка, и он взрывается. Видим контакт, снова останавливаемся, предполагая, что противник будет проезжать именно в этом районе, и мы его сейчас подстережем. Готов! А вы знаете, когда запустят ОБТ, я думаю, будут ходить разные анекдоты на танковую тему. Например, представляю, с чего закрутил тигр. Все будут смеяться, кроме меня, потому что сейчас именно это и произошло. Здесь я начинаю понимать, что на это мое продвижение закончится. И, о чудо, тигр, который смог зайти ко мне сзади, стреляет в лоб развернутой башни. Невероятное мастерство танкового боя. И это десятый уничтоженный танк противника. Этот результат является итоговым. Далее следует бесконечная перестрелка с двумя тиграми на дистанции. Сзади меня окружили враги, так как союзники не поехали за мной. Но момент уничтожения бравого танка ИС-1 я вам не покажу. Пусть в ваших сердцах он останется непобежденным советским тигром. Пишите свои комментарии, подписывайтесь на наш молодой канал и группу ВКонтакте. И удачи в наземных баталиях War Thunder! Субтитры создавал DimaTorzok